Мы можем прожить день, проведя его полностью за смартфоном, и даже не заметить, что теперь на один день в нашей жизни меньше. Это никого не волнует, так как этих самых дней у нас куча, скажу по своему опыту, не у всех. Я Алекс, и чуть меньше месяца назад мне поставили страшный диагноз. Врачи дали мне лишь год, не больше. Где-то около недели я провалялся в кровати и просто смотрел в потолок. Но потом меня осенило, что этот последний год должен стать самым лучшим годом в моей жизни. Поэтому я придумал план. Каждый божий день, а их у нас, слава богу, 365, будет для меня праздником. День хороших дел, день собирания цветов, день готовки странных блюд и так далее. Я хочу, чтобы вы вместе со мной пережили этот период и, возможно, подчеркнули для себя какие-то идеи, как можно провести день. Тогда только вперед. Сделаем этот год. День хороших поступков. Как часто вы совершаете хорошие поступки? Подумайте. Если ваших пальцев одной руки хватило, чтобы посчитать, то эта тема для вас. Можно выделить день и попробовать совершать только хорошие поступки на протяжении всего дня. Начать можно с малого. Например, накормить бездомную собаку хотя бы косточкой. Далее можно пойти и бросить играющему в метро музыканту денег. Все-таки это его труд. Также можно совершать поступки без затрат. Например, пойти волонтером на уборку парка. Все-таки он в вашем городе. И вам тут ходить. Еще можно помочь бабушкам в переходах. Например, купить у них какой-то чеснок. Вам, может, он и не нужен, а бабушке лишняя копейка. И таких дел море. Попробуйте сделать себе такой же день. А мало ли вы что-то да почувствуете. И вот, на один день я приблизился к своему концу. Но, так как их у меня еще 364, так что не расстраиваюсь. День возле воды. В той ситуации, в которой я нахожусь сейчас, все больше начинаешь любить те места, в которых ты жил, по которым ты ходил. Сегодня предлагаю вам провести день возле воды. Наверное, самое приятное летом – это бегать возле фонтана и ощущать брызги на своем теле. Так что попробуйте найти самый красивый фонтан в вашем городе и сходить туда. Речка – это идеальный вариант, чтобы покупаться, порыбачить и просто позагорать. Так что речка – это для всех. Если вы живете в городе, в котором есть море, то вы определенно счастливчик. Возможно, даже не догадываетесь почему. Но я скажу. Некоторые люди целый год копят деньги, чтобы летом поехать на море отдохнуть. А у вас оно прямо рядом. Так что не теряйте возможность и наслаждайтесь этими дарами. Таких мест еще много. Озера, ручейки, водопады. А возможно, вы даже живете возле океана. Попробуйте выделить день и провести его именно возле воды. Вы не пожалеете. Я каждый год откладывал поездку на море. Как видите, зря. День. Когда всем говори «да». Скажу по себе, я часто мог кому-то отказать или не согласиться на какую-то инициативу. Но теперь я очень жалею об этом. Сегодня я исправлю эти ошибки. И весь день буду говорить «да». Для начала можно сказать «да» себе. И в этот день выйти утром на пробежку и сделать зарядку. После пробежки скажите «да» маме. И выполните любую ее просьбу. И сделайте это приятно. На улице к вам могут подойти какие-то люди и попросят купить их продукцию. Насколько бы вам не хотелось. Но попробуйте сказать им «да». Может вам и понравится то, что они продают. Есть много вопросов, на которые вы можете ответить «да». Главное, не переборщите с этим. А то подойдет к вам официант в кафе и начнет предлагать меню, а вы ему на все ответите «да». А таких случаев может быть еще больше. Попробуйте выслушать чью-то просьбу. И если хотите отказаться, то хорошо подумайте. Потому что потом можете сожалеть об этом. Я прожил три замечательных тематических дня. И хочу сказать, останавливаться я не собираюсь. Все только начинается. Подписывайтесь на канал и предлагайте мне свои идеи, как я могу прожить очередной день. Я буду выбирать и так проводить свой последний год.